Криминальный авторитет, подозреваемый в совершении аварии в Прикарпатье, сам явился в полицию. Накануне возле Коломэя БМВ столкнулась с Део Ланосом. Водитель последнего погиб на месте. Как все произошло и что нового, рассказали свидетели, расскажут мои коллеги. Все произошло в поселке Атания. БМВ ехал из Коломэя в сторону Ивана Франковска на высокой скорости. Обгоняя очередь машин, иномарка вылетела на встречную полосу. В это время Део Ланос, который двигался впереди, как раз начал поворачивать налево. Машины столкнулись. От удара Ланос сильно покорежила. В салоне заблокированными оказались водители и пассажир. Освобождали их прохожие с помощью ломов. Водитель Ланоса погиб на месте. Пассажира с многочисленными травмами доставили в областную больницу. По словам медиков, состояние парня тяжелое. У него перелом ключицы и кровоизлияние в мозг. Любовь Григорина, забор которой протаранила БМВ в момент аварии, была дома. Говорит, через окно видела, как водители и трое пассажиров выскочили из машины и скрылись. Личность водителя БМВ уже установили. 33-летний Виктор Корягин, житель Ивана Франковска. В городе его знают как Валентиновского стрелка. Такое прозвище получил после происшествия в ночном клубе. В день Святого Валентина в 2013 году он выстрелил в голову 18-летней девушки, игроку национальной сборной по женскому футболу. Спортсменка выжила. Корягина поймали через два месяца. Суд приговорил его к 10 годам заключения. Но Корягин почему-то отсидел только три и в 2016-м вышел на свободу. На этот раз злоумышленник провел в бегах всего два дня. Водитель БМВ сегодня самостоятельно добровольно прибыл в Главное управление национальной полиции с заявкой о том, что он совершил данное ДТП. Будет вырешиваться вопрос о обороняемого запрещенного захода в выгоде держания под вартою. Сегодня на месте аварии люди продолжают нести святые свечи в память о погибшем односельчане, у которого осталась беременная жена. Жанна Дучек за новий аптанас, телеканал Интер, Ивана Франковская область.